Закон, который разделил Францию парламент буквально несколько часов назад, сказал да однополым бракам. Как только документ подпишет президент, Франция станет 14-й страной мира, где узаконены отношения гомосексуальных пар. Париж бурлит до сих пор. Одни считают этот закон падением морали, другие торжеством прав человека. Передает наш европейский сапкор Надежда Дерманская. Франция разделена законом об однополых браках. Манифестации не утихают полгода, как только двухпалатный парламент республики взял на рассмотрение закон о гей-марьяж. Вот и сегодня, в финальный день голосования, у здания Национальной ассамблеи Франции снова пикетчики. Говорят, их последний и решительный бой. Как только люди одного пола получат возможность заключать браки, сломается вся система взаимоотношений между мужчиной и женщиной, которая лежала в основе нашего общества. Но в этой истории есть еще и колонны довольных тех, кому кандидат Алант год назад дал обещание узаконить однополную любовь и, став президентом, выполнил. И это не только геи или лесбиянки. Это почти 60% французов, которые их поддерживают. Накануне на площади Бастилии в Париже состоялся многотысячный митинг. Амелия пришла сюда со своей партнершей и ее детьми. Женщина мечтает усыновить этих двух малышек. Закон даст ей такую возможность. Мы слышим мнение против, но мы любим своих детей и не видим причин, почему не можем иметь такие же права, как и другие семьи. Манифестациями за и против закона французы не ограничились. Парламент страны пытались еще и запугать. За день до финального заседания спикер Национальной ассамблеи Франции получил письмо от незнакомца. В конверте были порох и письменная угроза. Вы хотите войны? Вы ее получите. Аноним потребовал отменить голосование. Угрозы, впрочем, спикеры и депутатов не остановили. Все прошло по плану. Национальная ассамблея сегодня голосует за. За 331 против 225. Для президента Франции принятие этого закона тоже, можно сказать, последний и решительный бой. У него, если верить социологам, нелегкие времена. Франсуа Ланда поддерживают лишь 25% французов. Это рекорд непопулярности с 58-го года. Сначала налог на роскошь, изгнавший из Франции богачей. Потом скандал в рядах правительства социалистов. И этот закон ему бы взять, да и отменить, чтобы не усугублять ситуацию. Оппоненты критикуют президента, мол, не на том сосредоточился, когда в стране безработица и кризис. Проголосованный во французском парламенте, теперь закон об однополых браках поступает на рассмотрение к президенту. И в том, что Франсуа Ланд поставит под этим документом свою подпись, уверены и его сторонники, и даже его противники. Последние, правда, еще сделают попытку опротестовать новый закон. Надежда Дерманская, Василий Тружковский. Подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Париж.